Welcome, 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 дорогие друзья. Мой монолог завершился в предыдущей, в предыдущей игре. Завершился он, по-моему, положительно. Ну а наши ребята решили все же в Дискорде пообщаться, пообщаться. Карник запустил стрим, надо идти его смотреть, как он эти проходит спидраны. Под плеером можно посмотреть, ник интересно стоял или нет. Ну, так сам проверишь, что я раун, я-то что тут. Все равно проиграет, у него смайт на F, да. Да, я видел, он там что-то написал. Машины Элла по наставлениям комментаторов. Машины Элла по наставлениям, конечно, чего. Кто-нибудь понимает эту фразу? Я вот эту фразу не понимаю. Что значит машины Элла по наставлениям комментаторов? Тебе? Лю-лю, убираем, потому что там есть Вейн. И мы играем против команды Элвинвинда. Нару, это поляки. Если я правильно помню, Элвинвинд, Кристалл, Нару. Это все польская команда. Довольно... Не, подождите, это не польская команда. Вру, 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 вру. Вру, это турки, турки, турки. Это турецкая команда, ребят. Прошу прощения, это турецкая команда. Мы летим, кто не в курсе. 0-7. Осталось две игры против Турции и против Британии. Сборную Британии, кстати, команду даже не смотрел, какой у них там состав. А Элвинвинда перепутал, да. Это бывший прогеймер Элвинвинд. Элвинвинд, тоже бывший прогеймер. В турецких командах они играли. Может быть, ее мастерс еще бегали. А так в основном стримеры. Элвинвинд. Элвинвинд, почему я Элвинвинд его называю? Гнара пикнули в Рамбла. Нет, там Гнара, по-моему, на ферст-пике взяли, да? Я вообще, если честно, драфт не смотрел, что происходит. Была пикнута Ирелия, потом мы пикнули Гнар плюс Валибир. Они пикнули Рамбла, Вейн, мы взяли Кайсу. Они сейчас забирают Жанну. Уже 0,8, но пока ближе, да. Пока ближе к 0,8. Всем чатиком на лесу ополчились, но мы, видите, любя... Я вообще любя. Ребят, ну негатив никакой не пишите там. Подтроллить можно, типа, что сидишь здесь, что сидишь? Я так и стримеров некоторых ловлю, и зрителей других ловлю, других стримеров. Пишу им, что они предатели. И смайл потом. Это нормально. У нас спайк появился. Так, мы, походу, играть на победу не хотим, я понял. Он будет по ульту пить каждый раз. Да ты что? Так. Какой вы хотите посмотреть... Какой вы хотите матчап посмотреть, ребят, со стороны Турции? Потому что Турция победит. У них все есть. Наверное, мне Жанна у них не нравится. Лучше было пикнуть карму. Мид смотреть. А выигрышный есть? Выигрышного нет нигде, если честно. Ну, в выигрышной более-менее есть приоритет у Валибира. И все, в общем-то. Турки-монстры. Ну, они не монстры. Ты зря так прям говоришь. Монстры. Это побеждаемая команда. Я думаю, это на топ-6, топ-5 команда на этом чемпе. Какой у них сейчас рейтинг, кстати, у Лвинвинда? Сейчас надо... Чтобы понять Лвинвинда, нужно найти их... Это поляки. Это Влеск? Нет, это не Влеск. Тиренас? Это не Тиренас. Это Панишер. Это мы? Вот. Это Кенди Мизюссю. Кенди Мизюссю. Сейчас. Блин. А где там этот сайт был со стендингом? Сейчас быстренько глянем, ребят. Со стендингом сайт. Что увидеть, на какой позиции сейчас находятся они? Турки, против которых мы играем, турецкие команды. С одной стороны, Твич Райлс правильно делает, что расставляет людей по имени капитана. Но с другой стороны, он просто путает нас. Потому что по дисциплине мы ищем капитана всегда. А либо ищем по региону, потому что это все равно представители региона. Так, это Валорант. Кстати, в Валоранте они 6-3 сыграли. Довольно неплохо. Мы эту идею уже отмели. А игру из спектейтера нельзя смотреть через клиент? Не, они же на клиенте игровом. Так, вот Лига Легенд. Они предпоследние. Они предпоследние. А мы делим позицию последнюю. Так что турецкая сборная довольно слабая. У них получается только Элвин Винт играет неплохо. Давайте от Демила посмотрим тогда, что тут творится. Он на пайке играет, решил... Что-то мне не нравится, что мы на партию, которая с одним из слабых соперников решили взять такой не лучший драфт. Драфт наш Чизовый. Средняя стадия игры. Надежда на то, что Акали всех убьет. В конце игры надежда нашего Адекерия. Я смеюсь, потому что Адекерий такой себе у нас... Такой себе боец на этой позиции. Ну а самое главное, что ему там надо еще и без ошибок играть. И оно у нас слабее, чем у соперника. Потому что там Сайлос, там Рамбла ульта может просто положить Ирелия. Не, ну этот драфт они сделали уже по фану. Уже просто Демил в одиночку решил выигрывать эту партию. Сылку драфт это идеально для Сылку игроков, да. Ловушку устраиваем. Оппоненты догадываются, что мы делаем. Хук по Жане. Жана ошибается. Это килл. Красиво. Килл достался. Ну, Жане сразу надо было, конечно же, отфлэшиваться. И вообще не фасчекать этот куст. В какой-то веке мы пул не делали в Алибиру. И сразу же заполучили агрессию. Демил на своих... На своей лысине тащит команду. Вообще, этот Адекерий первый раз его вижу. Когда я сказал, что он золото Элла на Европе. Ведь его аккаунт в золотом Элла на Европе находится. Меня тут захейтили. Поэтому буду говорить, что он Чалик Европы. По версии его мамы. Я не знаю. Я знаю, что он стримил что-то там, куда-то там. Я знаю, что он на арене ТВ был. Вот этой арены. Или она не ТВ была, как она там арена называлась. Которая тоже играла. По-моему, я даже против его команды играл однажды. Я тогда же чуть ли за неделю не по пять матчей этих играл. И на все билеты распродавались. Причем меня начало раздражать в этой арене еще другое. А то, что... Я фактически мог это сам себе организовывать все. Ну, то есть я объясню. Идея моего захода в арену была, чтобы мы ВВС Кубок начали делать. А никакого развития в сторону ВВС Кубка не было. А было только развитие в сторону. Давай, типа, зритель будет играть с тобой за деньги. Ну, типа, собираем команды. Ой, соло килл против ЛЦЛ игрока. Бывает. Да. Обидно, обидная ситуация такая немножечко. Килл, конечно, здесь не хотелось этот отдавать. Пайк сейчас закерит. Ну, вот сейчас не смог закерить. У нас Акаль умерла 1 на 1 от Сайлоса. Акайс в этот момент бэкалась. Пайк так и не бэкалась. Опыт зарабатывает. Пытается отменить рекол, но там уже отошли люди. Не, ну, кто не помнит, арена она сейчас вроде еще существует или не существует, не суть важен. Там стримеры были, и между стримерами организовывали битвы. А зрители могли поддержать того или другого стримера. И фишка была в том, что мои зрители, последние там несколько матчей, которые были у меня против других стримеров, они покупали билеты к другим стримерам. Не в смысле, что мне с этого ничего не шло, а в смысле того, что по факту я создавал контент для двух стримеров сразу. И мне это начало раздражать. И когда я начинал, типа, уже намекать арене, а может быть, как бы будем двигать ВВС кубок, а может быть, будем мне давать тогда тоже популярных стримеров, хочу против Flash and the Night поиграть, хочу поиграть там против LCO, тогда еще LCO играл в Лигу Легенд, хочу поиграть там против этого. Они такие, ну ты им сам пиши, типа. Я им пишу. Представьте, ребят, мне модератор сайта говорит, ты им сам пиши. Я им пишу, там Flash and the Night, он говорит, а у меня расписано уже расписание на несколько дней вперед. И я говорю, это типа сам придумал, он говорит, нет, это на сайте они сами расписывают расписание. И тут ты понимаешь, что кто-то тебе врет. Либо тебе модератор врет, либо тебе вот эти врут. Кто из них врет, я не знаю. Ну, в итоге там в другой штуке все закончилось. Там другой конфликт произошел. Из-за которого я не захотел больше на арене оставаться и все. Ну, в основном главной причиной было, конечно же, то, что нет никакого развития ВВС кубок, который я хотел организовывать. И все. Не-не, Flash, кстати, не это ответил. Я просто говорю, что я писал некоторым. Flash, по-моему, как раз-таки ответил, что он может сыграть там через какое-то время. А у меня даты были перекрыты. Я не мог в эти даты сыграть. То есть, давай, а то сейчас скажете, Flash соврал. Нет, 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 ребят. Я просто говорю, что если вам прям так нужно, я могу найти, кому я писал. Каким из топовых стримеров из того списка я писал. Так, я с Genesis два раза сыграл. Мы два раза с ним воевакали. А так, ну, много же стримеров было, у которых там 200 плюс зрителей было постоянно. С ними хотелось поиграть тоже. А получилось, что я с 200 плюс зрителями играл только с одним стримером. Это с Genesis два раза. Что за бред, да? Как так-то? Поэтому Flash, он там не врал, у него там, по-моему, даты у нас не совпадали. То ли он тогда уезжал куда-то, то ли я как раз ехал на чемпионат Европы, и поэтому не попадал на эти даты уже никак. А другие как раз люди что-то мне вдруг сказали, что... А мы, типа, не сами выбираем, нам ставят, назначают матчи. Я такой, в смысле? Просто мне кидали предложение, и я соглашусь, не соглашусь. Вот типа такого. Ладно, не об этом, ребят. Речь о том, что у нас Демил в одиночку керит бот-лейн оппонентов, унижает. Там экзот снимаем, там телепортация идет, и Элвинт прилетел. Демила пытается засанить, но тот отфлэшивается красиво, снимает флэш, получается, с Ирелия. Останавливает Ирелию, но Ирелия с флэша кидает ульту, и тут, конечно, уже Медведю никуда нашему не убежать. Опять мы Краба забираем на реке без какой-то прям четкой подготовки, но, правда, забрали его. Может, надо было вверх бежать? Там, правда, на Сайласа вылетали бы. Наблюдаем, как надо играть на Сапе, чтобы керить. Это да, но саппорт Пайк, он с керлится не так уж позитивно, скажем прямо. Да, 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 абсолютно правда. Ты сейчас ставишь вард, и Валибир просто идет за тобой, и все. Даже, видишь, вард не был нужен. Если оппоненты не успеют среколиться, но они пошли на рекол, тогда все. Валибир возвращается на фарм своего леса. Димил устал от нюба команды. Ну, я вообще не знаю, как он переживает вот это вот потрясение стоять с невысоким уровнем адекерия постоянно. То есть я, например, когда играл за саппортов на Европе, и там, и на Даймонде, когда играл за саппортов, меня это очень сильно раздражало, что там человек не может даже фрезить линию. Не то, что там, знаете, какие-то плейсы, он там фаловит, не фаловит. Поэтому я там уже пошел по принципу... Если человек, я вижу, что играет со мной, я буду играть максимально с ним. Если не играет, я просто ухожу улетать. Столько переживает, да, столько переживает. Я тогда буду просто уезжать куда-нибудь в другую сторону от него. Там на Леоне роумить, на Наутилусе роумить, на Пайке там в том же роумить. Ирка там Геральтку забирает у нас Рамбл. Ирка там на мидлайне делает ол-ин. Сайлос тем временем сместился на ту плейн, чтобы прикрыть фарм. А Жану ловят в очередной раз. Я говорил, что Жану не самый лучший здесь драфт будет для оппонентов. И эта ошибка аукается. Но там Вейн пошла в ол-ин. How to play AD нужно попрыгать немножко. Прыжок сделал на эскейп. И мы не продолжили битву. Не было шестого уровня еще у нашего саппорта. А шестого уровня оба адекерри потратили. Может быть сейчас как-то получится даже зацепиться. Демил давно играет с How to play AD. Немного туриков играли вместе. Каких туриков? О чем-то. Каких туриков? Флекс? Ух, близенько-близенько. А какие турниры? А, челленджер мод покоряют. Надо их поймать, чтобы перестали покорять. Представляете, что если я поймаю их со своей команды, мы их выиграем. И они же все равно меня токсиком назовут. Я на скиллом. Хотя я их разгромлю со своей командой. Просто в прошлый раз, когда мы этот челленджер мод пошли, мы просто взяли, попали против LCL команды. Интересно было играть. Сразу же как-то интерес пропал от матча. С чистым опалом. Да, да, да. Не голосуй, он сейчас доказать делом. Я голословлю из-за того, как у меня практика против других стримеров была игровая. Я вообще не помню, чтобы каким-то стримером проигрывал. Медведя два раза играли, оба раза его победил. И играли с командами разными. Может говорить, что хочет. Я точно помню, я его побеждал. Ну, это я так просто сейчас с медведя. С генералом я еще не встречался. Надо бы встретиться. За Сашку. Да, Сашка хорош. Только анимальзу забанить, это неинтересно. Ну, это так, просто мысли вслух, интересно. Вообще интересно, челленджер мод то, что имеется. И там иногда бывают турики дико простые, иногда бывают очень сложные. Ну, то у него списки токсиков, ну, нехрен проигрывать мне. Пусть выигрывает меня, и я перестану быть в списке токсиков у него, видимо. Что за челленджер мод? Ну, вот так вот в виде, как ты написал, только по-английски. И, соответственно, выясни, что это сайтик, где можно играть турниры по Лиге Легенд. И зарабатывать 5 долларов за победу на команду. Не на игрока, ребят, на команду. Ну, там есть, правда, и на команду более жесткие турниры. Там уже юмастерс-команды иногда играют, развлекаются в будние дни. Ну, тренер какой-нибудь их заставит отрабатывать. И вот он еще раз, моя, типа, претензия к этому с Ермаком. Ермак это кто? Ермак, честно, ответь, кто? Я просто не понял вопроса. Тогда не встречался, скорее всего. Опа, хороший выход. Это, кстати, хорошо сейчас будет. Ай, ну... Или... Нет, не достал. С флеша надо было. Я тоже думаю, Ермак это персонаж Mortal Kombat, что ли? Третий. С ним я не встречался. Только со Скорпионом. Так вот, я про челленджер-мод не успел договорить. То есть, в этом, опять же, есть парадокс. Здесь можно за победу зарабатывать... Просто за победу, по сути, сразу зарабатывать. Там по 50, по 100 долларов. А там за целый турнир, который ты целый вечер будешь сидеть, всего 5 долларов. На игрока. А здесь 100 долларов на игрока. Против Занзара? Нет, против Занза не играл. Занза он просто из другого поколения. Я уже в этот момент спустился по Элла гораздо ниже. Начал играть ради фана в Лигу Легенд, а не ради сидеть в Дайманде с плюсом. Против Занза не играл, а на Настико не играл. Из прогеймеров со Снупи играл два раза, по-моему. С этим играл с Сианидом несколько раз. Все разы проиграл, конечно же. Я вообще-то на саппорте был, так что там все это было без шансов. Со Снупи я просто охренел с того, как человек может печатать игру. Он был один раз в моей игре, а потом раз был против меня. В моей игре он победил, он был на Валибиле, ребят. И там весь чат просто был заспамлен сообщениями. Снупи, кто не знает кто это, вообще идите с моего канала. Это звезда. Да, просто тайминги в чат. Сейчас это никому не нужно, а он все таймил. Просто варды все таймил. Варды, рапторов, синий бафы, красный бафы, флэши, игнайты. Все, что происходило на карте, он все записывал. Ты просто сидишь и смотришь, что он делает. Зачем столько инфы? Вау, 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 вау. Пайк, прекрати, деньги зарабатывает. Так что Снупи хорошо. С Крепа вроде играл, потому что я так и не понял, это был Креп или не был. С Фрогеном два раза играли. Оба раза проиграли. Мы тогда со Скайма попались против Фрогена. В одной игре я был Лесник, плюс Скай был Саппорт. В другой Скай был на Адекере, по-моему. Или второй раз не было Скай, что-то не помню. А потом я уже как-то забил на Элла и больше не пытался подниматься выше. И вот следующие приходы уже про геймеров я как-то пропускал. А потом и райты ввели новое правило, при котором они дают просто про геймерам аккаунты. Аккаунты сразу же крутых ребят. Демил побеждает. Сейчас увидим, ребят. Я только за. Пусть побеждает. И будем его отвлекать. Так вот. Райты же сейчас новые правила ввели. Ну не сейчас, это давно было уже введено. С пятого сезона где-то. Где они дают аккаунты просто сразу чуваку, мастер Элла и про геймерам. И ты просто с ними попасться никак не можешь, если ты в прошлом сезоне не был мастер Элла. Ставилась она ловить, да? Получается. Да, перетянули. Начинаем бить по Хару. Хару, правда, выживает. Рамбл выдает ульту не самую лучшую. Но дальше Рамбл сжигает. Ханнингера получается. Алярм пытается они тоже добить. Аккалия погибает. Может, не сможет добраться. Он тут уже Ирелия подходит. Демил понимает, какая беда ульта. И сейчас Ирка начнет прыгать. Он успевает ей остановить прыжок. Но за это, скорее всего, он и погибнет. И отдаст ей шатдаун. А там Вейн подключилась. Убивает всю нашу команду с другой стороны. Пожертвовал собой Демил, чтобы спасти Валибира. А может быть, стоило его отдать. И попытаться помочь этой части команды. Как часто выигрывал Реклеса ни разу. Потому что когда я перестал играть с прогеймерами. Реклесу было тогда 15 лет. Еще этого имени даже никто не знает. Когда я уже перестал играть с прогеймерами. Играл просто ради фана. Весь сезон сидим в платье. И под конец сезона трейхардим. Добираемся до Даймона. До какого-то там. Даймонд 5, Даймонд 4, Даймонд 3. И там заканчиваю. Потому что дальше я не пытаюсь подниматься. Мне это не нужно. Реклеса не побеждали. Реклеса комментировали зато. Димил круто играет на пайке. Проблема будет точно не в нем. Я никогда не говорил, что проблема в нем, ребят. Никогда такого не было. Акали делает тулын вейн. Вейн просто дает экзост. Мы пытаемся добить кристалла. Но кристалл прячется в жоне. И вот она пайковская проблема. Про которую, наверное, стоит вам рассказать. Почему пайка не стоит иногда брать в соло-ку. Если вы не играете как Димил. Вы даже таких действий не сможете сделать. Но будете просто такой машиной. Которая дает только ульты. И там у вас начнется вот эта вот проблема. Где вам тупо не будет хватать возможности убить соперника. И за... Ой-ой-ой-ой. Спасает опять игрока. И выживает ли? Выживает. И выхиляет. Последний тик. How to play AD. Да. Начнет появляться флеши у оппонентов на вашу ульту. Начнут появляться жони у оппонентов на вашу ульту. И ваша ульта просто станет никчемной. Она сразу же будет пропадать с карты. Рекласс 15 лет играл на про-сцене. Но он сначала играл в этой команде. Ninja in Pijamas. Потом играл в Fnatic Academy. Я не помню как она называлась. У них там тоже свое название было. Ninja in Pijamas. В 14 лет. В 15 лет Fnatic Academy. И в 16 уже вышел играть на этот. На чемпионат. И первый матч Рекласса закончился тем, что он трипл килл сделал на топе во время ганга Diamond Prox против команды Gambit. Gambit играли против них первую игру. Рекласс первое выступление фанатиков. Свап изначально произошел. Рекласс с Крепа тогда? Крепа был? Не, Крепа у Ладжинисов был. А кто был у Рекласса тогда саппортом? Не помню кто был у Рекласса саппортом. Не суть важна. Они вот на топ пошли. Наши на топ тоже пришли. Genji, Edward. И туда Diamond Prox выходит на ганг. Третья минута ганг. И они отдают Реклассу трипл киллу. Хулисанг. Может быть Хулисанг? Он по возрасту вполне подходит. Может быть он тогда играл уже тоже. А, Yellow Star подсказывает. Да, скорее Yellow Star. Садыкери пересевший. Да, да, да. С Yellow Pity они играли в свое время. Да, да, да. Очень похоже на то, что Yellow Star был. Да, ты прав. И они делают трипл килл для Джинкс на Реклассе. И на этом партию можно заканчивать. Первое выступление Рекласса сразу трипл килл. Первая игра. Не, просто официально он не имел права играть на парагеймерстве. Парагеймерство разрешено в Европе 16 лет только. Кто не в курсе. Европейские правила. Вы на Челленджер моде не сможете играть, если вам нет 16 лет. Чтобы вы знали. Если команда узнает, что вам нет 16 лет, они могут подать заявку и вас типа забанят. Так что... То же самое и в Лиге Легенд было. Поэтому в статистике ты увидишь, что у него там где-то висит какая-то команда. Типа Ninja Pijama. Помню, Ninja Pijama была у Рекласса. И висит там фанатик Академии. И потом сразу фанатики. Потому что он как раз с 14 до 15 лет типа играл, но не играл. Я еще помню этот эфир на английском языке. Я комментил это. Значит, это должно быть где-то на Ютубе выложено, если ничего не банилось с тех пор. И вот там вот как раз про это и было. Английские комментаторы тоже говорили. Это юный вундеркенд, он уже давно играет, но как бы не играет. Они прям так и говорили. И смеялись сами с этого, потому что по правилам запрещено типа играть. Правила такие. В первой игре еще тогда они взяли гамбиты АП Малфит и фокусили еще его весьма... А, может быть, да, Алексич был АП Малфит. Вот с тогда еще старым предметом этим, ДФГ. Может быть, это все в том было сезоне. Когда Алексич уже интересные айтемизации придумывал. Давайте вернемся к игре, что у нас здесь происходит. Пауэрспайк нашего Димила закончился. Сейчас начинается проблема, потому что его чемпион перестает быть таким прям мега сильным. Его чемпион стал обычным совершенно. У него есть хорошие предметы, но он ими сейчас воспользоваться никак не может. Так, уже 19.25, кстати, да. Мне надо будет сейчас уезжать уже после этой игры. Мне позвонили тут. Так что, ребят, после этой игры уже еду. Я чуть-то на время даже не посмотрел. Я подумал, что 6.25, а уже 19.25. Так что, надо, чтобы она закончилась. Последнюю игру против британцев я смотреть не буду. Она особое значение иметь не будет. Завтра все равно будет плей-офф. Победа будет иметь значение только если мы и эту команду перегоним. Тогда это будет для рейтинга добавочно. А так, плюс одно очко, это будет бессмысленно. Деешь менять алярма? Я бы с удовольствием, но они же... Ты что? Тут ходят слухи, что вся команда была против меня. Ходят слухи. Я не знаю, лично не спрашивал. Я могу сделать предположение, что Тимлас мог быть против, но... Но, но, но... Я думаю, если бы Тимласа спросили, типа... Вот... Этого лесника, либо Виви, он бы, наверное, сказал, давай лучше Виви. Но он же не совсем. Он же понимает, как бы разницу скилла, она как бы есть. У нас, у нас жара, я не знаю. Дождя нет, должен быть вроде дождь, а его нет. Тут Элвинда можно поймать, нет. Так что, я думаю, это враки все. Опять же, я хотел эти враки все выяснить, да, расстраиваться. Демил, давай, Демил, не переживай. Честно, вот обидно мне за него. Он классный игрок. Классно играет. Я вижу, как он трайхардит. И иногда вот видите, вот срывы. Потому что Демил вообще редко ругается. И тут такое происходит. Хорош! Ну, килл надо было оставить, наверное. Хорош, что подключился к спасению Кайса. Но килл надо было бы оставить, конечно, Кайсе. Так что вот... Ой-ой-ой. Хорошая ловля. Ну, нет, ульты у Демила. Бежит, убежит. Валибер, ну и хрен с ним. Валибер. Под Валиберовской ультой, да. Мерзкий тип. Вот бы быть мерзким типом, когда ты ни разу с ним не общался. Меня вообще это улыбает. Знаете, люди, которые... Мы живем в толерантном роде обществе. Они, видимо, ставят псевдо-толерантность. Я не буду показывать пальцами, кто. Но они оценивают человека, ни разу не пообщавшись с ним. То есть, как бы ни разу. Никто со мной ни разу не поговорил. И они как-то оценивают человека. Вы нормальные вообще люди или что? Это называется не лицемеры, это называется идиоты. Как можно... То есть, это как оценивать человека по, не знаю... По тому, какой он стих написал, да, там, или еще что-то. Как бы надо же сначала поговорить с человеком. Мы сейчас рассматриваем качество же человека или как? Так что это бред. Потому что я абсолютно уверен. Любой, кто со мной пообщается лично, после этого никогда такого не скажет. И можете спросить у всех, кто со мной общался лично. Убили, молодцы. Там опять Джонни была, а Рамбл ульта летит кривовато. Но они поймали, насколько я понял, Кайсу нам. И в итоге мы минус 2, и Ирелия все это время пушит вниз. Потому что писал пушки, можно сказать, что он лукавил. Ну, мысль-то, я надеюсь, вы мою поняли. Мысль, что перед тем, как судить человека по качеству, надо с человеком поговорить сначала хотя бы. Пообщаться хотя бы чуть-чуть. А то это, да, оценка как по фотографии в паспорте происходит. По общему мнению. Как может быть сложено общее мнение, когда мнения у них нет. То есть это то же самое, что я буду просто брать. Вот я, например, с Flash'n'Zenite'ом я разговаривал лично. И он разговаривал со мной лично. Поэтому, когда Flash что-то про меня говорит, я никогда не говорю, что Flash меня не знает. Мы с ним общались лично. Было это дело. С Genesis'ом мы переписывались много и созванивались пару раз. И никогда я про это, про них это никогда не говорил, не употреблял. Я не понимаю, как может другие люди, которые, ну, даже на мои стримы-то не ходят, что-то говорить. Общее мнение, общее мнение чего? Чатика? Токсиков, которые забанены у меня на канале? Тогда я тоже должен, наверное, строить... У нас, кстати, камбэк будет. Извините, у нас тут не о том уже пошла игра. Вспотел я весь. Но мы на Шор им частично отменили. Еще килл красиво! Димил Коа тащит. Так вот, добью-добью эту мысль. То есть у меня тоже есть токсики в чате, которые про других стримеров что-то говорят. Но я прекрасно умею отрезать дерьмо, которое пишут люди на эмоциях или еще что-то. А то, знаете, по такой логике я должен был бы весь стрим поливать грязью алярму, весь стрим поливать грязью Тимласа. Кто не видел, можете почитать комментарии на ютубе. Там в Тимласа столько говна летит. При этом я прекрасно понимаю, что это вроде как неправда. Это точно чушь. Я это осознаю. С ним я лично не говорил никогда. А он какие-то выводы по мне делает всегда. Я вообще не понимаю. Уважаемый Тимлас, к тебе обращение. Хочешь пообщаться? Давай созвонимся. Можем пойти сыграть нормальцы дуо пару часиков. В лиге легенд прочувствуем друг друга. И тогда ты поймешь, какой я человек. И сможешь тогда говорить что-то. Что ты думаешь. Просто так себя вести не надо. Да не смотрят они мои стримы. Что ты несешь? У нас нет времени. У стримеров нет времени смотреть чужие стримы. Я серьезно. Но нет такого. Максимум какие-то клипы, которые люди создают. И эти клипы вы сами знаете, кто создают. Хорошая инициация, кстати. Понару. Но там рамбл дает. Дисенгейдж своей ультой, правда. Один на один за гаражами. Ну да. Нет, ну не один на один за гаражами. Но мысль вы поняли просто. Пойдем поиграем в лигу легенд. Делаем кооп стрим один. Там и пообщаемся. Пошли на векторину. Создам для тебя вопросики. Могу сложные, могу легкие. Там пообщаемся. Дракона. Надо как-то это все. У них нет рамбла, ульты. Но у нас нужна инициация. Акали в одиночку решила все организовать. Мне это совершенно не нравится. У Пайка есть возможность сейчас дать ульту по нару. Но он отступает в сторону. Мы теряем первого игрока. Теряем второго игрока. Пайка выдает ульту с флэша. Но там отхила с майта произошел. Димин не рассчитал этот момент. И походу, ребят. Туреция побеждает Русландию. Провокационный клип. Да-да-да-да. Я просто... Я не понимаю. Когда человек реально пообщается и все. Вот, блин, даже Лиса у нас сидела на канале все это время. Димил может просто у нее спросить. Она-то точно меня знает? Сиськи хоть не показала, но она-то знает, кто я такой. И сможет ответить ему. Просто если у него тоже какие-то есть претензии ко мне. И выяснит все. А так какой смысл делать оценку человека? Я не делаю оценку их как человека. Я делаю оценку игры. Всегда. Я всегда игру оцениваю. Если бы там был не Алярма, не знаю, никнейм он. Самсунг 23. Я бы... Тут просто Самсунг и 23 дюйма. Поэтому я сказал Самсунг 23. Вот. Я и буду делать оценку игрока Самсунг 23. То, что Самсунг 23 будет обижаться, что он играет плохо. Ну, не надо обижаться. Ты играешь плохо, чё? Исо врать будет. Ну, если будет врать, значит, такой хреновый человек оказалось. Что поделать? А если, типа, вы пообщались уже с человеком? Ну, вам не понравилось. Ну, такое бывает, да, чё? Мне, например, вот от двух людей из LCL было немножко, ну, так. Немножко странное ощущение было. Я с ними мало пообщался, но того, что я пообщался, было для меня достаточно. Самсунг 23, это чайник Кореи. Вполне, вполне вероятно. Я не буду говорить, кто. Тем более, они меня не трогают. Я их не трогаю. Он, типа... Мы, видимо, друг другу не понравились и всё, разбежали. Мы там клипы наделать, темно, с их отправлять. Это ваше же решение. Хотите отправлять, хотите, нет. Речь не о... Как раз таки... Призыве послать клип. Призыве того, чтобы люди мыслили адекватно. Наконец-то начали думать адекватно. Я никогда, как бы, не по человеческим качествам оцениваю. Смурф? Не-не. Со Смурфом я бы, кстати, не общался. Да я когда ездил, у меня же это... Рурайт и приглашали как партнера на ЛЦЛ. Причём забавно, знаете, они там иногда претензии мне выставляли, я помню, по поводу того, что я с букмекерской компанией работаю. Только букмекерская компания мне оплачивала поездки на чемпионаты Европы, а эти ребята пригласили меня в Москву на ЛЦЛ-финал. Не ЛЦЛ был финал, а университетский. Я забыл, как он называется. Ну, короче, университеты, когда играют друг против друга. Пригласили меня на финал, но при этом никто мне поездку не оплачивал. Типа, мы тебя приглашаем, вот тебе билет входной. Вау, круто. Но я за свои полетел. Ну, ладно, такое событие. Пообщаемся. Битвы университетов, да. Я за свои туда полетел. Вот там вот как раз с ребятами пообщался. С некоторыми. Лучше Натаху позови на Ви-Викторину. Можно Дуо позвать. Слушайте, почему я на Ви-Викторину не догадывался Дуо звать? Надо Натаху вместе с Мишей звать. Это круто вообще. Ты прав. Балорантеры. Лига университетов. Ну, да-да-да-да-да-да-да. Суть, вы поняли название турнира. Там я был, типа... Кайса. Слушайте, это Эйс пользу команды. Unicorns of SNG. Заканчивать, да? Нет? Можем? Бит ингибитор и Реле пушит мидлейн. Не можем заканчивать. Надо на Шора брать просто. это все-таки кажись и грустный смайлик ты просто уже хотел статистику идеальную выбить на все ночью плей-офф будет ребят по факту уже не имеет значения как мы здесь отыграем ну имеет значение но больше значения имеет завтрашние матчи потому что сегодняшние нам дают там плюс одно плюс два очка или сколько там очков будет разница а завтрашний будет больше давать очков как бы тоже приятно занять не 10 место но если даже возьмем 10 ну типа будем с отставанием начинать если завтра мы выигрываем всех плей-оффе мы все равно занимаем очень высокую позицию и сразу можем выскочить там даже на общий зачет до наверно седьмой позиции стабильно там драйк появляется хук и реле тупит элвин тупит по страшному мы его убиваем не сохраняем ульту к сожалению и остаемся 45 ну точнее 54 окали попадает ешкой хочет ворваться на передумывает пайк выцеливает свой хук попадает жанну жанна конечно очень такая юзлос в этой игре опа дракона взял алярма молодец и это надо забирать это надо забирать и не отпускать и возможно пайка такой пайк догонит еще рамбла до валибир вытанковывает перехок и кайса прыгает это килл килл и вот оно вот оно ребят мы можем выиграть на победу я за лдпр значит ребят все значит лдпр овец нам значит не судьба встретиться потому что он единая россия за лдпр еще не понимаю вот вы видите же что он за единую россию и вы его поддерживаете а потом все говорят что люди против единой россии на самом деле голоса вбрасываются что за глупости оказывается видите вот совпадение пицуха запотел да может алярами все игры на миша играть надо было еще со скином где он шапки и ушанки может быть может быть не ходи сам но мы все еще не выиграли мы только дрейка забрали но щит получили да я правильно понимаю да у нас щит есть потому что мы на валибире тоже висит тимласа делает нару инициацию криво делает ее теряет ульту и погибает нару что это было только что не совсем я понял его команда не было даже рядом он сделал врыв в этот момент эреля делает врыв вокали мы делаем реку ол потому что фаст рекол надо возвращаться а калеки пытается поймать но все уже на базе все на деф летят у димила full build и а кали полетела жанна откидывает рамбл дает 10 гейдж ульту и это ошибка оппонентов ну жана очень плохой пик здесь был для них и конечно же еще и сыграно игроком было крайне плохо все надо добивать и пытаться уже заканчивать игру мне кажется мы и до этого могли закончить игру успеваете что за паника у нас там один сайлас появится еще 40 секунд запасе можно танчить любому потому что армор будет же щитковый появляться тележку пытается убить валибирова период валибиры а пить его валибиром назову потому что валибировскую ульту тратит но все успели закончили вышло не надо тратить время на него надо просто заканчивать это победа ребят снг не на последнем будет месте перед плей оффом могут еще оказаться на последнем но это крайне маловероятно потому что у нас осталась игра еще против британии у нас еще осталась игра против британия и смотреть не буду потому что я все поехал отдыхать ребята вы оставайтесь у ребят на каналах передавать им приветы передавайте что мы болели за них и очень рады что они наконец-то одержали победу и окалии от ханнингера оказалась крайне хороша особенно на том на шоре вообще красавчик отыграл на полную катушку все ребят я ушел увидимся с вами завтра завтра будем смотреть валорант плей-офф а если я буду в адеквате и будем смотреть этот как раз таки да да